МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Более 30 снятых кандидатов и низкая явка. В Сарое прошли выборы депутатов Городской думы. Осенний завоз в парке АСС устроили традиционную ярмарку. Все на старт. В Сарое прошло первенство Нижегородской области по лыжи роллера. Далее расскажем подробно. 13 сентября в Нижегородской области прошел единый день голосования. Явка избирателей на региональных и муниципальных выборах была невысокой. В Сарое в этот день выбирали депутатов Городской думы 7-го созыва. Отдать свой голос за кандидатов пришли чуть более 30% саровчан. Наша съемочная группа побывала на двух избирательных участках, которые были организованы в Центре образования. Треть саровчан приняли участие в выборах депутатов Городской думы 7-го созыва. Из более 100 кандидатов надо было выбрать 34 достойных, которые будут представлять интересы горожан в органах власти предстоящие 5 лет. Решать проблему, помогать, вести диалог с чиновниками. На большинстве округов в думу баллотировались по 3-4 человека. Если мы все придем на выборы, но если дружно, как говорили в советские времена, проголосуем, единогласно за того кандидата, который достойный, так же будем и жить. А если мы пройдем половину и наши голоса разойдутся на 5 частей, то, естественно, перспектива будет совершенно другая. Важно для всех людей города выборы, чтобы нам помогали во всем, чтобы все были довольны. Для этого нужны выборы, чтобы люди работали за всех нас. Ну, мнение молодежи, что это достаточно важно, хотя сейчас возникает такая ситуация, в которой не все уверены, что это вообще возможно, так скажем. Но, конечно же, важно пытаться, важно, как минимум, не сидеть дома, а ходить, пытаться голосовать, пытаться что-то делать. В этом году на выборы депутатов седьмого созыва заявился 161 кандидат. Но не все в итоге попали в лист для голосования. Около 40 были сняты с предвыборной гонки, в том числе и в судебном порядке. В борьбе за кресло в думе приняли участие 114 человек. Определиться с выбором с ровчаном было непросто. Вот эти новые люди, да, мы их не знаем, и какой-то особенной программы с их стороны, ну, то, что мы не видели этого, да. А работа старого депутата, ну, она как бы видна, и, ну, не знаю, ну, сложно было. Я с ним общалась, и это общение мне достаточно понравилось. Мне достаточно понравилось, как он откликнулся на мою просьбу. Достаточно быстро, достаточно все четко, поэтому на личном опыте я решила повторно выбирать именно его. Отдать свой голос за одного из кандидатов депутаты с ровчане могли уже со 2 сентября. Именно тогда стартовал досрочный этап голосования. В среднем на каждом избирательном участке за 11 дней свою волю изъявили по 200 человек. Срочно проходило активно, пришло 224 человека. То есть люди шли, кто хотел уезжать в отпуск или там куда-то в другое место, приходили и голосовали. В единый день голосования 13 сентября избиратели шли на участке с самого утра. Кроме легитимности выборов, перед участковой комиссией стояла задача обеспечить безопасность горожан во время голосования в период пандемии. Голосование проходит спокойно, с соблюдением мер безопасности от коронавирусной инфекции. На входе раздаются средства индивидуальной защиты, выдают ручки, меряют температуру. Стараемся, чтобы максимально безопасно это проходило. За время голосования поступило около 10 обращений о нарушениях на участках, большинство из которых не подтвердились. По итогам голосования состав городской думы обновится на 40%. Из 34 народных избранников 14 впервые наденут значок депутата. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Мед, чайные сборы, свежие фрукты и овощи в парке АСС прошла традиционная ярмарка «Осенний завоз». Свою продукцию представили производители и фермеры из Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Волгоградской областей Республики Адыгея. Подробности расскажем в следующем репортаже. Сельское хозяйство – практически единственная отрасль, на которую пандемия не оказала большого влияния. Эпидемия пришла в нашу страну, когда большинство затрат на этот год уже сделаны. Поэтому цены на овощи и фрукты в 2020-м поднимать было не нужно, считает фермер Валентина Сметанина. На ярмарку «Осенний завоз» женщина приехала из Ордатова. В этом году цены на ее товары остались прежними. Крупные помидоры у нее по 85 рублей за килограмм, баклажаны – 46, картофель – от 10. Для сравнения, в сетевых магазинах фрукты и овощи стоят почти на 20 рублей дороже. Чеснок не уродился в этом году, цена, конечно, повыше. А так, в среднем, все, приемлемые цены. Я считаю, прошлась у нас даже дешевле, чем вот тут стоят у вас. За 100 рублей любители сладкого у кондитера Сергея Любимова смогли приобрести пряники со вкусом мяты, яблока, сгущёнки и грецких орехов. У молодого человека изделия стоят в два раза дороже, чем в магазине. Но, как уверяет Сергей, пряники пекутся по старинному рецепту в специальном подносе в городце. Отсюда и такая цена. Достаточно старый рецепт у него, больше 300 лет ему. Люди просто из поколения в поколение перенимают. И тесто месит вручную, и лепит вручную. То есть, никакого автоматизированного такого нет. Люди делают нас специально, знают, как это все лепится правильно, чтобы он был и мягкий. И люди, которые покупают часто, они приходят и говорят, мы вот пытаемся делать сами. У нас, они говорят, дубеют, получается дубовые. А у нас вот они как-то так знают традиции. По низким ценам саровчане смогли приобрести мясную, кондитерскую, сувенирную продукцию, мёд, чайные сборы. От производителей из Нижегородской, Орловской, Владимирской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Адыгея. Многие ждут осенний завоз целый год. Ярмарка замечательная. Не первый год я её уже посещаю. Хочу сказать спасибо организаторам этой ярмарки. И такое пожелание большое, чтобы больше было как бы с областей разного товара. То есть, приглашайте ещё и ещё людей. Я пока хожу, смотрю и впечатлением набираюсь. Обязательно что-нибудь куплю. Атмосфера хорошая. Пока ищем в процессе. Также на ярмарке всежелающие смогли бесплатно посетить галереи русской иконы и музей ретро-техники военно-исторического общества «1945». Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Олимпиада Пройдёт в онлайн-формате на платформе образовательного центра «Сириус». Другая важная информация в подборке коротких новостей. В среду, 16 сентября, в Сарове стартует месячник по санитарной очистке города. Соответствующее постановление подписали в администрации. С 21 по 27 сентября на территории Сарова пройдут общегородские дни чистоты. Также до 18 октября руководителям организации и индивидуальным предпринимателям рекомендуют провести очистку, благоустройство и проведение сезонных работ по уборке опавшей листвы на закреплённых и прилегающих территориях. Владельцев и арендаторов строений просят привести в порядок фасады и оконные витрины. Кинозал городской художественной галереи приглашает Саровчан на премьеру документального фильма «Сальвадор Дали в поисках бессмертия». Это видеоэкскурсия в жизни творчества одного из самых эксцентричных живописцев 20 века. Сегодня работы Сальвадора Дали составляют гордость ведущих мировых музеев, а его наследие исследуют лучшие искусствоведы современности. Первый после коронавирусного перерыва показ фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится 17 сентября. Начало в 6 часов вечера, билеты в кассе галереи. Для лиц старше 16 лет. Воскресная школа при Храме Всех Святых проводит набор ребят на новый учебный год. В программу обучения входит закон Божий, священное писание, церковно-славянский язык, основы хорового и церковного пения, изобразительное искусство и художественный труд. Школу принимают детей от 4 до 15 лет. Более подробную информацию и контактные данные преподавателей можно посмотреть на сайте православный Саров. 28 классов в 24 школах закрыты на карантин в Нижегородской области по состоянию на 14 сентября. Полностью закрыты на карантин школы в селе Вареж, Павловского района и школы номер 6 в Выксе, сообщил министр образования, науки и молодежной политики Сергей Зловин. Таким образом, всего на карантине находится 75 классов в регионе. Закрыты на карантин 3 класса в двух школах Сарова. Напомним, в пятницу в Нижегородской области на карантине по COVID-19 находились 20 школ. Между тем, первые дозы вакцины от коронавируса поступили в регион. Губернатор Глеб Никитин отметил, что пока это небольшая партия, которая позволит начать вакцинацию медицинских работников из учреждений здравоохранения. Для приема вакцины в области было заранее подготовлено все необходимое оборудование. Персонал прошел дополнительный инструктаж. Мы находимся на постоянной связи с федеральными органами власти. Ожидаем, что крупные партии начнут поступать ориентировочно в конце октября. Каких-то противопоказаний у вакцины нет, но пока прививки не будут делаться людям пожилого возраста и детям, подчеркнул Глеб Никитин. Вакцинация проводится в добровольном порядке. За минувшие сутки в России зафиксировано 5509 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 147 человек заболели в Нижегородской области. Министр образования, науки и молодежной политики Сергея Злобина спросили в Инстаграм, как быть родителем учеников начальной школы при закрытии класса на карантин. Что делать, если для работодателя единственное оправдание – отсутствие на рабочем месте больничный лист? Сергей Злобин ответил, что больничный лист по карантину выдается только на детей до 7 лет. Остальные варианты по вашему согласию с работодателем. В группах Канала 16 в социальных сетях мы спросили соровчан, как, по их мнению, нужно поступать в этом случае. Больше половины опрошенных считают, что нужно давать родителям больничный лист. Не стоит закрывать класс на карантин из-за одного заболевшего. Этот вариант выбрали почти 38% респондентов. В 7 лет ребенок уже взрослый и может заниматься дистанционно самостоятельно, считают 5% участников опроса. Стоматолог, педиатр и участковый терапевт. Штат клинической больницы номер 50 пополнился новыми специалистами. В родной город приехали работать три девушки, которые учились по целевому направлению. О детских мечтах, сбывшихся планах и рабочих буднях – одну из них расскажем в следующем репортаже. Виктория Марьясова лечит соровчан уже три недели. После окончания Приволжского исследовательского медицинского университета девушка вернулась в родной город и пришла работать участковым врачом в первую поликлинику. Виктория с детства мечтала стать доктором и помогать людям. В профессии врача я считаю, что самое главное – уметь помочь и понять пациента. И где-то посочувствовать, где-то сказать доброе слово, где-то успокоить пациента. Постараться его поддержать, чтобы дать силы дальше идти на обследование, дальше вести здоровый образ жизни. Шесть лет учебы в ВУЗе стали для Виктории основой для дальнейшего развития в области медицины. Молодой специалист считает, что совершенствоваться в этом направлении можно и нужно постоянно. Полученные знания повысят ее квалификацию и позволят оказывать пациентам более качественную помощь. Все врачи, медсестры, все постоянно проходят обучение, семинары, вебинары. И нужно стараться быть на волне с этим общим потоком информации, потому что информации сейчас огромное количество, только успевают читать. Основную часть рабочего времени участкового терапевта занимают осмотры пациентов в кабинете и посещение больных на дому. Сейчас ведутся электронные карты медицинские, ну их предпочтительнее сейчас вести. На приеме я сейчас мало пишу, больше вот работаю с компьютером. Ну и соответственно осматриваю пациента, записываю полученные результаты, результаты осмотра в компьютер. И бумажные никто не отменял карты, вот они стоят. Этой осенью штат клинической больницы номер 50 пополнили также педиатр, стоматолог и еще один участковый врач-терапевт. В Сарове прошли чемпионаты первенства Нижегородской области по лыжи, роллерам и кроссу. На старт вышли десятки спортсменов из разных регионов России. На торжественные церемонии открытия побывала наша съемочная группа. Воля к победе и дух соперничества. Первенство и чемпионат по лыжи, роллерам и кроссу традиционно прошли на лыжной базе. Церемония открытия началась с приветствия участников и небольшого парада. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» показали зрителям, как с годами менялись элементы снаряжения лыжи-роллеров. Спортивный праздник в этом году с нетерпением ждали организаторы и участники. На старт вышли юноши и девушки из 13 городов и районов области. Хороший праздник, погода отличная, ребята с хорошим настроем. Кто занимался спортом, тот прекрасно понимает, как после такого длительного периода выходить на старт. Фактически многие из них начинают и психологическую, и физическую форму только что приобретать. Саровчанка Валерия Веденькина занимается в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» 6 лет. На соревнованиях девочка выступала в категории 11-13 лет. Проехала дистанцию в 2,5 километра. С начала лета Валерия тренировалась каждый день. Во время пандемии поддерживала форму домашними тренировками. Нам сказали уже весной, что у нас будут соревнования, когда был карантин. И вот даже когда был карантин, мы уже начали тренироваться. И вот все лето мы тренируемся каждый день. Антон Беда приехал на соревнования из Арзамаса. В спорте юношу особенно привлекает соревновательный момент и чувство азарта. За 4 года занятий Антон уже получил первый взрослый разряд. Мне 12 лет, и я занимаюсь лыжным спортом в 4-й год. Я ездила в нижнее на соревнования. Я в своем городе выступал. Дистанцию в 5 километров Антон преодолел за 14 минут и 5 секунд. На первенстве по лыжероллером юноша занял третье место. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин